МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Французник на данный момент показывает 16 градусов. Владимирцы замерзают в собственных квартирах. Почему управкомпания не реагирует на обращение жителей? Получается, что люди придут, новые русские, с большими деньгами, с большим карманом. Придут на все готово и будут просто радоваться, над нами смеяться. Старожилы против приезжих садоводов. Можно ли в садовом товариществе построить не фанерный домик, а трехэтажный коттедж? Я учу русский язык. Ну, получается. Тестирование для мигрантов. Для кого великий и могучий, как китайская грамота? И сколько иностранцев провалило экзамен? Здравствуйте. В эфире новости 24. В студии Алексей Дудин. Бабушка и внуки сгорели заживо. Накануне в деревне Старая Перепечина Петушинского района в частном деревянном доме произошел сильный пожар. Пожарных вызвали соседи. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние дома не было. К тушению привлекалось 15 пожарных и 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревательных приборов, с помощью которых отапливалось жилье. Все это, напомню, случилось накануне. А сегодня при разборе завала выяснилось, что на этом пожаре есть погибшие. Только сегодня, 31 января, были обнаружены 3 трупа погибших людей на пожаре. Уже установлено то, что это были бабушка и два внука, то есть женщина 1992 года рождения и дети 2007-2011 года рождения. Добавлю, что в эти минуты областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций собралась на экстренное заседание. Оно посвящено пожарной безопасности в жилом секторе во время сильных морозов. Вице-губернатор и председатель комиссии Алексей Конышев выступил с обращением к жителям области. Прежде всего, нужно помнить о мерах пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов, а также печного и газового отопления, теплоодеваться, выходя на улицу, аккуратно передвигаться по гололеду и избегать долгого пребывания на морозе. Водителям автотранспортных средств быть предельно внимательными на дорогах. Сдал органам дядю взяточника и сохранил свое водительское удостоверение. Удивительную смекалку проявил 21-летний житель Камешковского района, которого поймал за рулем в нетрезвом виде инспектор ГИБДД. Молодой человек предложил инспектору поговорить по телефону со своим дядей, который также работает в ГАИ. Родственник алководителя уговорил сотрудника ДПС отпустить пьяного племянника и пообещал за это вознаграждение 15 тысяч рублей. Молодого человека отпустили, однако расставаться со своими деньгами нарушитель не захотел. Молодой человек стал получать периодические напоминания о том, что он должен половину предполагаемого штрафа, то есть 15 тысяч рублей. Возможно, он посчитал, что это родственные связи, все-таки, может быть, это шутка. Потом, поскольку это длилось целый месяц, в течение всего января текущего года, он решил сообщить о противоправном поведении, скажем, сотрудника ГИБДД, своего дяди, в службу собственной безопасности МВД. Инспектор ГИБДД и дядя нарушителя, работавший в полиции, уже лишились своих должностей и теперь обвиняются по уголовной статье получения взятки. Им светит до 7 лет лишения свободы. В выигрыше оказался лишь племянник. Ему не придется раскошеливаться, да и лишать его водительского удостоверения. Как теперь получается, у полицейских нет оснований. С такой корыстной составляющей, которая присутствовала, зафиксировать факт правонарушения никто не стал. То есть фактически это правонарушение осталось не задокументировано. И он спокойно теперь ездит. Кто придумал такие нормы? Этим вопросом задаются жители одного из домов по улице Соколова-Соколенка. Зимой, по словам людей, в их квартирах максимум плюс 18. В управляющей компании ничего сделать не могут. Температура в норме, говорят в местном ЖЭКе. Тем не менее, люди замерзают. Есть ли выход из ситуации? Тему продолжит Юлия Кузнецова. Августа Ивановна без мехового жилета и двух теплых носков по квартире не ходит. В комнате пенсионерки всегда работает обогреватель, а спит она под тремя одеялами, да еще и с грелкой. 86-летняя женщина не понимает, почему в мирное время ей приходится мерзнуть, как во время Великой Отечественной. Где это видано, говорит пенсионерка, чтобы при плюс 18 нормально жилось. Интересно посмотреть, какая у них в квартирах температура. У тех, кто так говорит. Не знаю, как назвать даже это отношение. Бессердечные, наверное. Августа Ивановна живет вместе с дочерью. По словам Галины Старковской, похолодало в квартире три года назад. У нас здесь меняли трубоотопление. Я так понимаю, что изменили сам порядок снабжения теплом. Моя квартира оказалась, в общем-то, последней при этом. Видимо, нам не хватает теплоносителя. С тех пор в квартире холодно и сыро, а по углам плесень. Расунок на данный момент показывает 16 градусов. Управляющие компании о проблемном доме знают. Но как помочь? Ведь все законно. 16 градусов – это вид на бытовом термометре. А замеры специальными приборами показывают, что в квартирах жителей температура в пределах нормы. 18 градусов – это норма, предусмотренная в постановлении 354. То есть в квартирах неугловых – это 18+, в угловых – 20. Сегодня мы выборочно проверили температурный режим в квартирах в этом доме. Вот у меня на столе акты. Температура составляет от 18 до 22,3 градуса. При температуре на улице – минус 24. То есть температура соответствует норме. Но чисто по-человечески директор МУПЖРЭП согласилась. Пожилым и детям при такой норме холодно. А заодно пообещала в понедельник направить еще раз специалистов для замера температуры именно в эту квартиру. Правда, если показания приборов окажутся ниже нормы, женщинам стоит ждать только перерасчета. Юлия Кузнецова и Ян Захаров. Шестой канал. Новоиспеченные дачники против старожилов и местных жителей. С прошлого года жильцы с улицы Маяковского и садоводы с СНТ по соседству ведут настоящую войну с теми, кто не хочет жить по устоявшимся здесь правилам. Те, кто приехали недавно, хотят построить вместо фанерных домиков коттеджи и танхаусы. Противники такой застройки считают, что это притеснение их прав. Все подробности в нашем следующем материале. Пришла беда, откуда не ждали. И теперь даже в лютый мороз жители улицы Маяковского готовы бесконечно рассказывать о проблеме, которая вот здесь, рядом. За забором садовое товарищество «Локомотив-1». К старожилам у жильцов с Маяковского претензий нет. А вот новые владельцы земельных участков начали строить большие коттеджи. Когда они начали строиться, они начали возить большими камазами землю. У нас дома стали трястись. Они без всяких разрешений, безо всего. Мы столько лет, у нас новые колодцы, они начали сворачивать колодцы. Пусть строят дома, кто купил участки, но во всяком случае не такие. Мы приходим сюда отдыхать, но не дышать газами от машин, которые будут представлены нам от всех проезжих машин. По словам жильцов, план у застройщиков такой. Скупить землю судоводов, застроить ее коттеджами и продать их. Для бизнеса все условия коммуникации к участкам уже подведены. Хотя те же газ и воду люди выбивали себе годами, спотыкаясь о пороге чиновников. Ну мы пять лет ходили, ходили по мукам, можно сказать. А теперь получается, что люди придут, новые русские, с большими деньгами, с большим карманом. Придут на все готово и будут просто радоваться, над нами смеяться. Чтобы строить в Садовом товариществе коттеджи, необходимо перевести земли сельхозназначения в статус земель под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующий проект с обозначенными подъездными путями был представлен заинтересованным сторонам на публичных слушаниях. Народ приступил к прениям. Мы купили участок, вот этот 17-й участок. Какой? 17-й. Мы купили 17-й участок. Хотим строиться. Детям жить негде, живут они с ребенком в одной комнате. Чем это вам, я не понимаю, вас не устраивает? Проект нормальный, никого не затрагивает. Они не будут на вас претендовать, что вас будут вот так выжимать. Они наоборот будут стараться вкладывать деньги в перспективу развития этого района. Вы можете понять, наши дома рушатся, они рушатся дома, вы не понимаете? Последний раз предупреждаем, если сейчас опять будет то же самое, мы публичные слушания просто закрываем. Противники стройки уверены, дороги к садовому товариществу не предназначены для того, чтобы по ним ездили КамАЗы. Те же, кто за коттеджи, говорят, что с их появлением пейзаж вокруг только улучшится. Персональная ответственность, она возникает больше там, где есть собственник. Человек, кто тратит деньги, кто является владельцем индивидуального жилищного строительства. Вот вы, владельцы садового товарищества, с них спросите, по поводу благоустройства дороги, по поводу обещаний и так далее. Они перед вами персонально вынесут ответственность. Результат голосования в пользу тех, кто за строительство и изменение статуса земель. Теперь проект подадут на утверждение в управление архитектуры. Противники стройки, хоть и в меньшинстве, но сдаваться не намерены. Следующая их жалоба будет на нарушения, допущенные в ходе проведения этих публичных слушаний. Александр Инин, Алексей Дудин, Ян Захаров, Александр Мажаров. Шестой канал. Уже год иностранцы, желающие работать в России, сдают экзамен по русскому языку. Таково требование федерального законодательства. За это время во Владимире из 234 мигрантов тест провалили 37 человек. Для кого наш великий и могучий, как настоящая китайская грамота, узнала Валерия Саенко. Ради легальной работы в России вьетнамка БИС три месяца ходила на курсы русского языка. Изучала язык письма и фонетику и даже училась заполнять официальные документы. Несмотря на это, говорит по-русски с трудом. Преподаватели признаются. Даже после обучения многие вьетнамцы отказываются от теста и снова возвращаются к занятиям. Считают, что их уровень языка никуда не годится. Вот и бить так. Волнуется, что выходя из кабинета чуть не плачет. Однако ее уровня знаний для сдачи теста достаточно. Я учу русский язык. Ну, получается? Чуть-чуть. Ну, получаю простой, но не спокойно. Я полуюсь. Вот. Читаю тоже чуть-чуть, понимаю. За незначительные ошибки, путаницу в падежах или неправильный вид глагола, баллы снимают небольшие. Главное, чтобы преподавателю было понятно, что хочет сказать иностранец. Много оттестируемых не требует, лишь бы мог общаться на бытовые темы. Но тем, кто по-русски вообще не говорит, сдать пятиуровневый тест невозможно. Ради заветного сертификата о базовом уровне русского они идут на курсы в том же центре тестирования. Но за 72 академических часа работающему мигранту достичь выдающихся успехов сложно. Конечно, они стараются. Преподаватели стараются, мигранты стараются. Но не стоит забывать, что это контингент рабочей люди, и для которых обучение, в общем-то, которым обучение дается достаточно сложно. Тем же, кто обучение не приходил, а сразу пришел на тестирование, еще сложнее. Но министерство планирует и дальше усложнять экзамен. Возможно, в будущем мигрантов будут тестировать не только на знание русского языка, но и на звание законов и истории. Сложно ли будет пройти такой тест, учитывая, какой уровень знаний требуется от мигрантов сейчас, покажет время. Валерия Саенко, Ян Захаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Сгорел ВАЗ-2108. Возгорание автомобиля было замечено во втором часу ночи на улице Михайловской во Владимире. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Восьмерку тушили две автоцистерны и десять пожарных. С открытым огнем справились за пять минут, но автомобиль сгорел полностью. Погибших и пострадавших нет. Среди причин возгорания восьмерки рассматривается версия поджога. Неспокойно было и на Верхней Дуброве. В доме номер 41 загорелась трехкомнатная квартира. Первые пожарные подразделения прибыли через шесть минут после вызова. В тушении пожара участвовали 36 пожарных и шесть автоцистерн. Для эвакуации шестерых человек привлекалась одна автолестница. С открытым огнем справились за 16 минут. Погибших нет. Хозяйка квартиры 52-го года рождения отравилась продуктами горения и была госпитализирована. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 12 квадратных метров. Среди возможных причин пожара – замыкание в электропроводке, либо неосторожное обращение с огнем. Автобусный маршрут номер 4 с понедельника появится во Владимире. Он будет кольцевым. Отправной точкой станет Дворец творчества юных. Далее автобусы отправятся к ЦДС «Факел», ВГПУ. Оттуда через военный городок выйдут на Садовую площадь. И через политехнический колледж и родник вернутся к Дворцу творчества юных. Новый маршрут будет организован по временному договору. На нем предполагается использовать до 4 автобусов средней вместимости. Ходить они будут с 7.30 до 19 часов. Решение о введении нового маршрута мэрия приняла с целью обеспечить нормальные условия для проезда в ДТЮ и обратно учащихся 22-й школы, которая сейчас закрыта на ремонт. В это воскресенье 2 февраля в парке «Дружба» должна состояться «Лыжня России». Будет ли проводиться гонка в мороз? Об этом мы поговорим с начальником управления физкультуры и спорта администрации города Владимира Федором Зизюлиным. Федор Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Так состоится гонка все-таки или нет? И при каких условиях мороза лед минят? Ну, я бы начал с того, что постановлением главы города Владимира был организован оргкомитет. Он состоит из профессиональных специалистов, каждый в своей отрасли. В том числе в него входят наши профессиональные лыжники, заслуженный тренер России. Органков Константин Львович, главный судья. Другие известные лыжники. Поэтому все будет решаться в день проведения лыжники. Окончательный ответ об отмене гонки может быть дан 2 февраля в 9 утра. Какая температура должна быть на термометре, должна быть за окном, чтобы люди поняли, что точно не надо лыжи собирать и паковать? Ну, учитывая, что у нас в этих соревнованиях участвуют не только профессиональные лыжники, но и дети, и взрослые, и физкультурники. Поэтому максимальная температура, так оргкомитет определял, 15 градусов. Вот свыше 15-ти гонка однозначно будет перенесена. Если температурные режимы позволят кататься и устроить массовый праздник спорта, немножко по регламенту, какие дистанции, возраста, подарки, призы? Мы как бы уже об этом говорили, но я повторюсь, что у нас дистанции традиционно, те, которые утвердил Минспорт, Министерство спорта, это 5 километров, 10 километров. Дистанция символическая 2014 метров, связанная с Олимпиадой в Сочи. Это дистанция для малышей, для вип-персон, ну и для тех, кто считает подготовку свою не очень хорошей, может опробовать себя вот именно на этой лыжне. Кроме этого, организаторы предложили, то есть оргкомитет, еще ряд номинаций, то есть у нас будет номинация среди ветеранов, определен победитель, среди самых маленьких участников, то есть для всех для них подготовлены грамоты, медали, кубки. Те люди, которые хотели бы поучаствовать в лыжне, но до последнего ждали по поводу мороза и погоды, смогут ли они заявиться в день соревнований, придя уже непосредственно в парк отдыха? Все владимирцы, кто хочет поучаствовать в этом мероприятии, получат на это право. Приходите в парк в 12.00, будет дан первый старт, выбирайте свою возрастную категорию, номинацию и стартуйте. То есть если погода позволит, то праздник спорта, безусловно, состоится? Я думаю, что вероятнее всего, наверное, процентов 90, сегодня утром только прогноз погоды как раз на воскресные дни, очень тщательно, так сказать, слушал и смотрел, обещают температуру 10 градусов. Для лыж это очень комфортная температура, ну, будем надеяться, что в этот раз синоптики не ошибутся. Вы уже сказали о грядущих Олимпийских играх в Сочи, да, о дистанции 2014 метров, но, к сожалению, по итогам прошлого года ни один Владимирский спортсмен на Олимпиаду грядущую не попал. Немножко подведите итоги 2013 года, где хорошо сработали, а где необходимо еще поработать и наверстать. Ну, как бы спорт в высших достижениях, это в первую очередь задача субъекта федерации. Я могу сказать, что в городе Владимире у нас очень неплохие показатели по подготовке спортсменов, в том числе и высокого класса, достаточно вспомнить Николая Куксенкова. У нас десятка определена, значит, в нее, могу сказать, что где-то рассматривалось 20 номинантов. Из них десятка, она опубликована, известна, то есть Елена Панова, легкий атлет, Манцыгов, Абуязид, греко-римская борьба. Он, кстати, сейчас только что еще удачно выступил на мемориале Поддубного. Опять стал призером в своей, уже среди взрослых, в своей весовой категории, победитель первенства мира этого года. Сейчас поступили вести у нас как бы об успехах, об успешных выступлениях самбистов на Кубке мира, два призера у нас. То есть результаты неплохие. Я говорю, даже вот, допустим, у нас Анатолий Митрофанов стал победителем первенства России по боксу в этом году. Но, к сожалению, вот по условиям рейтинга он не попал в десятку лучших. То есть таких у нас еще молодых спортсменов где-то хватает. Скамейка запасных, так скажем. Ну, а что касается нашего единственного кандидата, Алексея Слепова, которому все болели, надеялись. Я думаю, Алексей еще не сказал своего последнего слова. Он у нас будет участником нашей лыжни массовой или в качестве почетного гостя, а может быть даже в качестве участника на гонке в 10 километров. Пока он еще, так сказать, окончательно не решил. То есть на лыжню России можно прийти не только поучаствовать, но и пообщаться с Алексеем Слеповым, взять автограф. Совершенно верно. Он у нас очень наш хороший, как говорится, горожанин. Никогда не отказывается в общении и в таких мероприятиях всегда активно участвует. Я напомню, у нас в гостях был начальник управления физкультуры и спорта администрации города Владимира Федор Зизюлин. Продолжаем выпуск. Вернется ли продажа пива на спортивные сооружения? Как бороться с большим количеством птиц в гипермаркетах? И кто из Владимирских красавиц соехал на известную телестройку? Эти и другие новости в твит-обзоре Ивана Людкова. Алексей Владимирский рассказал, что Госдума может отменить запрет пива на стадионах. Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Игорь Руденский сказал, что надо двигаться согласно мировой практике. На всех стадионах мира, в принципе, пиво продается. И ни к чему негативному это не приводит. Твиаккаунт Лайф Ньюс сообщил, что Михаил Шумахер накануне несколько раз открыл глаза во время неврологических тестов. Врачи считают это настоящим чудом. Александр Славянинов поздравил управление МВД по нашему региону с выходом в свет. А именно наши славные полицейские теперь есть и в Твиттере. Константин Белов сфотографировал, как в одном из крупных гипермаркетов города воробьи едят пельмени прямо из холодильника. Константину в ответ Андрей Травников рассказал, что в аналогичном гипермаркете на другом конце города, чтобы избежать данной проблемы, на ночь на пол насыпают отраву с зерном. Поэтому там птиц и нет. Павел Кузнецов поделился тем, что оказывается, экс-девушка его друга теперь участвует в самом нашумевшем телепроекте «Дом-2». Комментарии излишни. От себя отмечу, что наш регион на телестройке представляет Алина Мазепова. И последнее. Дмитрий Резников, служащий сейчас в рядах российской армии, рассказал, что вкусно и сытно сегодня отобедал. А вот товарищ умудрился еще и деликатес отхватить. Вместе с компотом таракана проглотил. На этом все. Приятных вам выходных. Не забывайте читать нас в Твиттере. На сегодня это вся информация. А я напоминаю, новости можно делать вместе. Есть что сообщить? Звоните 36 66 66. Я желаю вам приятных выходных и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok